В Тирасполе завершился конкурс «Минута славы». Представители воинских частей, курсанты военного института и суворовцы пели, танцевали, рассказывали стихи и не только. Свои таланты участники демонстрируют не на фоне пышных занавесов и блеска софитов, а на плацу. Конкурс для военнослужащих, поэтому все по-военному сдержано. На один день военные оставили полигоны и казармы и вышли на сцену. В конкурсе талантов нет званий. Неважен и возраст. Участники со всей республики. От суворовцев до старших офицеров. Сейчас на сцене самые юные – суворовцы. Зрители переносятся в 45-й год, в день, когда закончилась война. Не подпевать «Смуглянки» оказывается заданием суперсложным. Мало кто справляется. Постановка зрителям нравится. Все снимают на телефон. Форму нам помогли достать наши начальники училища, для того, чтобы мы соответствовали годам той эпохи. На самом деле, нас не очень важно, потому что мы, может быть, таким видом поминаем тех, кто не вернулся из боя. С появлением на сцене Владимира зрители замолкают. Курсант военного института – настоящая звезда. Единственный такой в республике. Собирает кубик Рубика с закрытыми глазами. Жюри смотрит внимательно. В чем же подвох? Владимир отвечает – ловкость рук и никакого мошенничества. Сейчас будет у нас эксперимент. Запускаем секундомер. За сколько берешь, как ты думаешь? Рекорд 11 секунд. Сейчас попробуем. Давайте. Раз, два, три. Готово? 13. 13 секунд. Браво просто. Молодец. Номера разные и друг на друга не похожие. Вот, к примеру, на сцене миротворцы. Уже успели сменить современную форму на историческую. Вышли на сцену и поют про упоительные российские вечера. Как упоительные в России вечера. Куда такие голоса красивые? Занимались? Где-то? Когда-то? Занимаемся регулярно. Выбираем различные песни, различные композиции. Поем не только на «Минуте славы», но и на конкурсе «Голос армии». И в КВНе принимаем участие. В армии есть место для творчества? Всегда. Каждый день. Есть место для творчества. Есть время себя проявить, показать свои таланты, свои достижения. Конкурс «Минута славы» среди военнослужащих проходит уже в пятый раз. В этот раз в финале оказалось 28 конкурсантов. С сегодняшним конкурсом мы хотим сказать всем молодежи, всем потенциальным производникам, что придя в вооруженные силы, можно реализовать все свои творческие способности, касающиеся не только спорта, но и своих талантов, которые они могут реализовать в нынешних условиях. Готовились к своей «Минуте славы» участники три месяца. Репетировали по вечерам, в свободное от службы время. И, как показало каждое выступление, старались не зря. Ну что, наши военнослужащие люди талантливые. Мы с вами сегодня в этом еще раз убедились. Праздник закончился, а это значит, пора снова возвращаться к армейским будням. Яна Раховская и Владимир Погоня. ТСВ.